Доброе утро, друзья и дети старше 16 лет. Рунет сегодня, 1 июля 2017 года, мы говорим о главных событиях в цифровом пространстве. О самом интересном и замечательном, что произошло за последние 7-8 дней, и что следует отметить, о чем следует подробно поговорить. Значит, до того, как начну говорить, собственно, по поводу событий, которые мы будем обсуждать, скажу, что в этот день, в 2000 году, то есть уже 13 лет назад, в США официально была признана электронная цифровая подпись. Вот такие вот дела. Ну, а главное, прежде чем к анонсам перейти, это о гостях этой студии. У меня передо мной сидят Игорь Рябенький, бизнес-ангел, основатель инвестиционной компании Altair Capital. Игорь, приветствую. Добрый день, Максим. И Олег Бунин, основатель, владелец компании OnTek. Олег, здравствуй. Всем привет. Значит, коллеги, для вас и для тех, кто слушает нас за пределами этой студии, думаю, что нас не только трое будет обсуждать эти события, и слушать о том, что будет сказано, мы расскажем о том, что важное, собственно, случилось у нас. Итак, первые три сюжета, которые мы осветим, вернее, главные три сюжета, которые мы осветим, они будут следующими. Сейчас дам анонс, а дальше перейдем к экспресс-обсуждению тоже значимых, но не так заметных. Итак, корпорация Mail.ru начала продвижение в сегменте Smart TV. Каковы перспективы российской корпорации в этом направлении? А также, что станет главной темой беседы, что ждет сам сегмент Smart TV? Вот об этом поговорим с вами. Второй сюжет, который мы обсудим подробно, это воспоминания о том, что в России существуют электронные услуги. На минувшей неделе, на этот счет, появились новые интересные данные, определенные отчеты, мысли. У нас будут комментарии, собственно, изнутри. Ну вот, это и станет темой второго сюжета и нашей беседы. И, наконец, третий сюжет о том, что сервис Яндекс.Музыка начал импортировать музыкальные композиции из соцсети ВКонтакте. Поговорим в контексте этой новости о будущем музыки в сети, ну и, собственно говоря, о том, как будут происходить события вокруг этой всей истории. Это главное, о чем будет говориться в анонсах. Ну а сейчас, собственно говоря, экспресс-обсуждение. Первая новость. Яндекс.Почта серьезно обновилась. Добавлялась функция распознавания сообщений Маркер. Кроме того, был анонсирован сервис Живые Письма, благодаря ему сообщения можно будет реактировать в режиме реального времени. Олег, вот это вот обновление Яндекс.Почты, насколько оно, так сказать, инновационно, насколько оно в тренде того, что происходит вообще с почтовыми сервисами, с сервисами инфраструктур вокруг больших компаний? Если говорить, например, о сервисе Живые Письма, я попробовал у него сегодня играться, и, по-моему, это, я не знаю, что действительно получится у них, но, по-моему, это старый добрый ERC-чат. То есть, когда ты пишешь письмо, и прям сразу его в реальном времени видит человек на той стороне. То есть, вот это вот такая, либо это игрушка, ну, практического применения, но мне, если честно, не совсем понятно. А что касается сообщений распознавания маркетов, действительно, да, конечно, полезно. Почты валится огромное количество, почты очень много. Большая часть почты сейчас — это уже действительно сообщения от роботов, от социальных сетей, от скидочных сайтов и всего тому подобное. Естественно, это хотелось бы каким-то образом маркировать. То есть, это не просто пиар, это что-то действительно важное? Это действительно что-то важное. Вот, например, есть сервис, который ты можешь запустить в свой почтовый ящик, он все просканирует и так далее. Я просканировал недавно. Оказалось, у меня 90% — это вот именно подобное родо письма. Там 5-10% — это реальные письма от живых людей. Все остальное — это роботы, 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 роботы. Окей. Игорь? Я считаю, что маркер абсолютно полностью в тренде. Сейчас за этим смотрят и все мировые лидеры. Достаточно от того, что вот те почты, которые там Outlook, Google, Mail, Mail, которые находятся в операционной системе Apple, они давно уже не справляются. Они устарели с точки зрения рабочего инструмента, они позволяют тебе полноценно работать. То есть вы считаете, что то, что делает Яндекс сегодня, это круче того, что делает Google? Я не сказал, что это круче, я сказал, что это в тренде. Потому что я видел, что, допустим, Google взял и купил Sparrow. Такой был популярный, он и есть популярный Mail-клиент, Sparrow Mail. Он был куплен Google. Сейчас они готовят, соответственно, новую почту на основании слияния этих клиентов. Я вчера вот вернулся из Сан-Франциско, на прошлой неделе познакомился с такой компанией, которая делает сервис MailStream. Это как раз созвучно то, что делает Яндекс Маркеру. То есть ты получаешь полную аналитику по своей почте, запускаешь, и он тебе позволяет сканировать. У меня не так много спама. Поскольку я пользуюсь Google, он уже спам удаляет, Google Mail. Но с точки зрения рабочего инструмента, чтобы тебе можно было по всем параметрам свою почту отсканировать, посмотреть, профильтровать, мне удалось, допустим, за два приема уменьшить количество своих непрочитанных писем с 2000 до 1500. Что меня очень порадовало, потому что потратил на это буквально минуты. Поэтому считаю, что полностью в тренде. Я просто перебу, потому что в этом блоке нужно посудить 5 новостей, мы должны двигаться дальше. Значит, далее. Руководитель Microsoft Стив Балмер готовит масштабную рестуризацию компаний. По имеющейся информации об изменениях будет объявлено 1 июля, то есть сегодня. То есть, видимо, услышим, возможно, еще обсудим подробно в следующей программе. Однако, назрела ли такая рестуризация? Нужно ли Microsoft сегодня что-то менять? У них же вроде как ничего. Все, Игорь? Мне кажется, что нужно менять, потому что они пытаются догнать тренд. Сейчас тренд полностью на конвергенцию десктопа и мобильных приложений. Microsoft резко проигрывает в мобильном сегменте и проигрывает. Apple традиционно проигрывает Android, который уже начинает Apple перегонять по многим. Поэтому, конечно, у них назрело. Если они не хотят совсем уйти в историю, они, конечно, должны... Это будет серьезной революцией, как ты считаешь? Может быть, Олег? Ну, вообще, по идее, да. Потому что, что ни посмотришь на продукты Microsoft, например, что касается интернета и веба, и в вебе, в разработке веба он проигрывает Microsoft, и вот этот современный Office 365. Я бы очень хотел научиться им пользоваться, но я не могу понять, что же там внутри, как эта штука работает. Послушать нас, вот людей из отрасли, Microsoft вообще не понятно, на чем держится. То есть должен давно умереть, но, тем не менее, чувствует себя прекрасно. Ну, у них очень хорошая база. Если считать, что они когда-то там более 90% рынка держали, это так быстро не отмирает. Хороший запас. Хорошо, идем дальше. Хостинговый сервис Regru дал возможность своим клиентам наследовать право на доменное имя. Пожалуй, назрело, согласитесь, Игорь? Я думаю, что да, это как бы такой интересный бантик. Не думаю, что там для бизнес-пользователей это очень востребовано. Ну, они объясняют это так, что бизнес-пользователи, которые, в общем, для России может быть характерны, держат свои активы, в частности, доменные имена, на себе как частных лицах, вот для этих будет актуально, поскольку если компания там с большим сайтом, который делается большая ставка, имеет собственность этого домена на частном лице, скажем, на владельца или совладельца, то с, не дай бог, его кончиной, в общем, возникает проблема. Ну, я думаю, что для компании это как раз не актуально, потому что проблемы возникнут как раз в случае наследования, потому что надо будет разбираться с наследниками, поэтому компания лучше оформлять все правильно. А если реально, частно, то есть, допустим, у меня вот есть рябенький.com, имя зарегистрированное на себя, ну, мне было бы приятно, чтобы оно не ушло из семьи. Для таких случаев, да. В общем, выстраивается инфраструктура как в этом, в доменном сегменте, так и во всех других сервисах, когда цифровые активы частных лиц, юридических лиц переходят логичным образом кому-то дальше. То есть, в общем, признан фактом то, что мы все смертные. У Гугла то же самое, да, Олег? И признан фактом то, что доменное имя является реальной ценностью, которую стоит наследовать. Грустная новость про бантику, Регру. Значит, Rambler не так давно, следующая уже новость, объединившаяся с компанией Суб, запустил сеть таргетированной рекламы. Продукт называется Rambler. Сеть медийной рекламы размещается с учетом поведенческого таргетинга. В общем, то, что делают и все. Верно, Олег? Да, верно. Рамблер, конечно, мог запустить подобную вещь несколько лет назад. То есть, еще когда я работал в Rambler, лет, по-моему, 7 или 8, у нас была внутренняя закрытая технология. Можно было посмотреть. Так как счетчик Топ-100 был установлен на всех сайтах, это был стандарт. Люди ходили по всем сайтам, и счетчик Топ-100 знал про всех все. Кто чем интересуется, кто куда ходит, кто во сколько ходит, кто зачем ходит, какие новости читает и так далее. Иными словами, Rambler мог быть чуть ли не первым, который такой таргетинг сделал. Совершенно верно. Ну, он стал последним, получается, из крупных. Ну, хорошо. И, пожалуй, последнее, что обсудим в этом самом КПС-обсуждении. У нас блок заканчивается полтора минуты впереди. Силовые структуры Украины изъяли сервера соцсети ВКонтакте, размещенные в Киеве. Вот это вот, Игорь, на ваш взгляд, это действия непосредственно против ВКонтакте или просто попали под раздачу? Ну, трудно понять, чем руководствуется силовой структурой, в какой стране. Это неисповедимо. Для ВКонтакте это, конечно, неприятно, но я понимаю, что они могут переключить сервера на сервера в любой стране и продолжать предоставлять услуги украинским пользователям. Объясню нашим слушателям, что сервера такого рода используются для кэширования контента в соцсети, то есть для ускорения доставки этого контента пользователям того или иного географического сегмента, в данном случае Украины. Я посмотрел в данном случае, как ВКонтакте сами откомментировали это дело. Они говорят, что там исключительно находится медийный контент на этих серверах. Поэтому, я думаю, эта тема будет очень быстро разрешена. То есть нелицензионная музыка, нелицензионное видео для граждан Украины теперь подоставляется медленнее. Олег, ты как специалист технический, вот эти вот кэширующие сервера, они значимы вообще для крупных проектов? Да нет, они не значимы. Здесь силовые структуры Украины же на самом деле извинились. Они сказали, ой, ну мы промахнулись, мы случайно взяли, не знали, что брали. Это скорее новость о том, что силовым структурам всех стран и России, и Украины стоило мать-часть изучить перед... Силовые структуры всех стран, объединяйтесь, вот про что это, похоже, новость. Ну, в принципе, да, надо уже смотреть, может быть, сервера надо в космос вывозить, чтобы там они были без юрисдикции. Окей, на этом мы будем завершать квест-обсуждение, перейдем к новостям, которые более других, зафиксировали нашу редакцию. Из них построили мы сюжет, как я бы говорил, через пару минут вернемся, не переключайтесь. — 11.17 в Москве, 1 июля, что сегодня заговариваю с датами. 1 июля 2013 года мы звучим в 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Также напомню для любителей слушать программу в каждом ее эпизоде о том, что нас можно слушать в подкасте. И если вы по каким-то уважительным или неуважительным причинам не смогли оказаться на прямом эфире, которым мы звучим сейчас, то всегда можно скачать подкаст, то есть mp3-файл программы, либо на финам.фм, собственно, на сайте радиостанции, либо в iTunes. И тогда вы не пропустите ни одного эпизода, что, собственно говоря, и рекомендую делать. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуска Олег Бунин, основатель и владелец компании «Онтика», Игорь Рябенький, бизнес-ангел, основатель инвестиционной компании «Альтарь Кэпитал». Коллеги, прежде чем начать следующее обсуждение, вопрос, как вы смотрите на потенциал больших экранов? Как далеко зайдет интеграция знакомого и любимого российским обывателем телевизора, формирующейся в цифровое пространство пользователя? Олег, как ты думаешь? Далеко зайдет. Весомо сказал. Игорь? Ну, я считаю, что тут дорога полной конвергенции, когда, в принципе, тебе все равно, какой перед тобой экран, ты на нем можешь потреблять любой привычный тебе контент. Ага, дорога полной конвергенции. Это прям готовый мем. Ну хорошо, сейчас про еще один шаг в освоении пространства Smart TV российскими онлайн-корпорациями. Оптимизированная версия главной страницы сайта Mail.ru станет стартовой в браузерах телевизоров LG Smart TV. Список телеканалов, предоставленных на странице, будет изменяться в зависимости от местоположения пользователя. Кроме того, сервис позволит читать новости, искать в интернете, а также проверять электронную почту прямо на экране умного телевизора. Небольшая справка. Или ликбез, если хотите. Smart TV или умное телевидение. Технология интеграции интернет-ресурсов в цифровых сервисах телевизор. Фактически это компьютеры с поддержкой возможностей телевизора. Как самостоятельная технология Smart TV начал свое развитие в конце 90-х. Однако до сих пор еще, я бы сказал, всерьез не виден на горизонте такого массового пользователя. Согласны, Игорь? Ну, Smart TV сейчас практически приходит в каждый дом. И мало того... Он приходит осознанно? Мне кажется, что пока что он приходит так вот на уровне... Нет, он приходит как бы на уровне новых покупок. Но вот опять-таки я сейчас познакомился с ребятами, которые разработали небольшую железячку. Стоит порядка 80 долларов, подключается к любому там LCD или плазменному экрану и делают из него Smart TV. Так что это в принципе уже прямо... А дайте определимся, в чем особенности Smart TV в отличие от обычного телевизора? Ну, Smart TV ты сразу имеешь набор предустановленных услуг и обычные браузеры. То есть он у тебя в принципе является интернет-устройством, которое позволяет... Ключевой момент это доступ к интернету и наличие некооперационной среды, операционной системы, в которой существуют программы, приложения, дающие нечто большее, чем просто телевизор. То есть телевизор там одно из приложений. Естественно, в телевизоре ты имеешь предопределенные каналы, которые тебе твой оператор транслирует. В Smart TV ты можешь варьировать через гораздо большее количество операторов, которые у тебя являются приложениями. Плюс у тебя просто интернет, через который у тебя доступен YouTube и так далее. А нужен ли еще один экран, этот большой экран, для того, чтобы и тут утыкаться в онлайн, в интерактив, в бесконечную возможность прокрастинации и так далее. Олег. Ну а вот скажи, у тебя, например, дома нету Wi-Fi на все вообще? Наверняка есть. Ну, холодильник там, не знаю, микроволновка, у меня без Wi-Fi пока что, хотя понимаю, что тоже это временное явление. На самом деле у всех везде Wi-Fi, у всех везде интернет, он включен по умолчанию и постоянно. У всех это мы сейчас берем продвинутых пользователей, просто давай для справедливости, потому что массовый пользователь пока что использует телевизор как просто телевизор. А вот это знаешь что? Я, например, столкнулся с Smart TV, в буквальном смысле случайно. Новый телевизор, включаю, нажимаю на кнопку Smart TV, батюшки, там у меня и фильмы какие хочешь, можешь посмотреть прямо сейчас, и то, и то, и то. Только подключи его к той же самой Wi-Fi, которая в любой квартире уже есть, и смотри. И засосет, ты считаешь. И да, да. То есть вопрос освоения Smart TV массовым пользователем из России, впрочем и в других странах, это вопрос просто обновления, так сказать, парка телевизоров в домашних условиях. Да, мне кажется, уже почти везде есть. На новых телевизорах везде, но я, кстати, хотел сказать, мы потом еще где-то у нас будут вещи, связанные там с лицензионным и нелицензионным контентом. Это в том числе ты, когда у тебя Smart TV, ты получаешь каналы, где тебя может цивилизованно потреблять этот самый контент. И этот вопрос может, во-первых, и с точки зрения времени, которое тратится впустую на приобретение нелицензионного контента, может и с точки зрения тех денег, которые якобы не получают. Но справедливости ради, российский пользователь очень оперативно получает нелицензионный контент. Есть несколько источников таких. Это да, но он же тратит на это, надо заморочиться, прийти, скачать. Когда ты имеешь возможность очень многое получить бесплатно или получить по нормальной схеме прямо с экрана, ты будешь это делать. А, кстати говоря, мне кажется, сильно завязано это на некой эволюции сознания пользователя в сторону желания, но все-таки лицензионно получать, вот как-то законно существовать в законном поле, а не незаконном в виртуальном пространстве. Ну, тут даже завязано, может быть, и не столько еще на желание, сколько это должно быть удобным и понятным. Если ты получаешь лицензионную услугу, она должна быть услугой определенного качества. То есть это некое соглашение о качестве. Ну, это отдельный вопрос. Она должна быть так же оперативно, удобно, доступно, как и услуга нелицензионного характера. И, да, кроме того, я хочу там рассматривать там вот Smart TV, как вход в некое глобальное пространство, где я не беспокоюсь, что я накачал, где оно у меня хранится. Оно есть, оно доступно. Платно, бесплатно, по подписке, он демант, но оно есть. И оно есть в том качестве, которое мне нужно, насколько я готов за это платить. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что купить фильм на Smart TV уже гораздо проще, чем скачать его ВКонтакте. Вот, например, хочешь ты купить фильм, включаешь Smart TV, там есть приложение, как правило, если это Россия, Авиаэру, все. Твигал. Да, у тебя вся эта библиотека, ты за, не знаю, за 100 рублей, ты покупаешь этот фильм. Через 2 минуты после того, как ты его захотел посмотреть, ты его смотришь. Попробуй это сделать. Да, почему-то вообще, там покупка как происходит, я не покупал фильмы Smart TV в России просто, я знаю, как это происходит в Германии. Там... Если у тебя есть контакты... Транзакция происходит буквально. Если у тебя должен быть аккаунт в этом провайдере, в Айве, в Твигал и так далее, ты просто нажимаешь, с твоего аккаунта списываются деньги. А, то есть там подключена карта, собственно говоря, через веб она обычно подвязывается, да, и дальше она чаржится просто, когда человек изделяет желание купить тот или иной фильм. То есть даже не 2 минуты получается, а несколько секунд. Либо ты покупаешь через какой-нибудь Apple, и тогда просто пишется с твоего счета в iTunes. Да. Ну да, то есть, в общем, оптимальная схема, просто тут главное не упускать из внимания пользователей, что деньги реально списываются, потому что, учитывая легкость процедуры, можно там насписывать себе изрядных денег. Очень можно, но тем не менее, легкость процедуры очень привлекает. Вот те, кто хорошо делает, я, допустим, покупатель, много контента покупаю на Amazon.com. Почему? Потому что не надо о чем думать. Ты нашел нужный контент, ванклик и все. Тебе дали превью, оно тебя устраивает, купил. Все, ты не о чем думаешь. Да, то же самое, что с приложениями в Google Play, либо в App Store и так далее. Не кажется ли вам, коллеги, что со Smart TV сейчас начинает происходить буквально то же, что происходило с мобильным вебом? То есть сначала накапливалась какая-то критическая масса, и особенно в отрасли много говорили. Вот мобильный веб, ну, имею в виду, что люди изнутри интернет-компании. Мобильный веб, наш, там, приоритет наш. Я помню хорошо, это лет пять назад, четыре года назад. Но это были такие слова, которые многие не понимали. Чего мобильный веб? Зачем туда идти? Кто будет этим всем пользоваться? Сейчас мы видим, как буквально взлетают смартфоны и планшеты, и количество пользователей не только за рубежом в Штатах, где это давно уже зашкаливает, а и в России. Да, вот то же самое происходит на Smart TV. Смарт-ТВ, это же самое, это абсолютно право, это та же самая картина. И многие люди, кто там пару лет назад начинали делать предложения для Smart TV-экранов, их не понимали. А, мало того, большого еще потока нету. И часто провайдеры... Да до сих пор еще многие не понимают, потому что еще нет такого бума. В том и дело. Но это уже понятно, что это станет мейнстримом в ближайшее время. Одним из мейнстримов, одним из экранов, вот того, как я все время называю цифрового пространства, которое нас окружает, замыкая кольцо вокруг пользователя огромным количеством разнообразнейших приборов. Да, и скоро в отделы тестирования надо будет покупать уже не только планшеты, не только компьютеры, но еще и телевизоры. Можно завершить покорившей меня фразой, кажется, сказал это Паша Черкашин, наш общий, думаю, знакомый, да, о том, что и в конце концов любой пользователь в домашних условиях на кухне сможет собрать устройство для уничтожения мира. Вот к этому придет эволюция. Но верну, возвращаясь к Smart TV... Паша Цинник. Возвращаясь к Smart TV, Яндекс начал сотрудничество с Самсунгом. Сейчас мы говорим о том, что Mail.ru и LG запартнерились, да? А Яндекс с Самсунгом начал сотрудничество, как мы накопали, готовясь к программе, еще в 2011 году. Правда, результаты либо отсутствуют, либо не публично. То есть не очень понятно, а что там про них происходит. Может, вы знаете? Нет. Казалось бы, Самсунг лидер всей этой истории. У телевизора у него прекрасные, на мой взгляд. Ну, у Самсунга хорошие телевизоры, и там есть масса предустановленного софта от разных провайдеров. Ну, вот Яндекс я там не замечал. Вот. Ну, я опять-таки служу по, скорее, западному сегменту в этом смысле. По немецкому там самсунговские Smart TV лидируют, безусловно. Я купил себе такой, последний, самый навороченный. Там, конечно, Яндекса быть не можешь просто по умолчанию. Однако и в российских вариантах, там какие-то, наблюдая в магазинах истории, я не наблюдал. Означает ли это, что Яндекс на сегодня фактически предоставил работу Smart TV? Может быть, в этом смысле теряет какие-то возможности? Я не думаю. Я думаю, что Тунин где-то в лабораториях делается. В секретных лабораториях. Вот те самые ученые с клокоченными волосами, в халатах, с пробирками готовят прорыв Smart TV. Страна Яндекса. Однако, возвращаясь к, собственно, Мэллу, они запартнерились с LG. Возможно, это своевременно. И хочется послушать комментарии. У нас есть слова страны изнутри. Компания Анна Артамонова, вице-президент по статистическим проектам. На самом деле, сложно сказать именно об ожиданиях, измеряемых в аудиторных каких-то показателях, количестве пользователей. Потому что это все еще использование интернета через ТВ. Все достаточно на ранней стадии еще находите. Но мы стараемся просто идти туда, куда идут наши потребители, наша аудитория. И предлагать какие-то вещи, то, что называется вперед, не дожидаясь, когда туда уже придут все и будут нас об этом просить. Поэтому, собственно, сейчас очень большие показатели по продажам Smart TV в России в том числе. Насколько я помню, по-моему, около 30% или даже 50% телевизоров сейчас продаются именно с функцией Smart, то есть с доступом в интернет. Это достаточно большие числа, измеряемые миллионами штук. И я думаю, что мы не зря постарались сделать для них удобную главную страницу Моэл.ру. Ну, судя по тому, что Анна говорит, они тоже еще сомневаются. Вообще, надо им было делать, а не надо? Ну, они, на самом деле, у них очень простое решение. У них же просто главная страница, которая показывает тебе телепрограмму, погоду в твоем городе и, собственно говоря, все. Чисто место застолбили. В титре мы спросили, извиняюсь, коротко совсем, пользуясь ли вы технологией Smart TV? Один из ответов был забавный, поэтому зачту его. Да, LG Smart TV, все тормозит нереально, ожидал большего. Вот один из ответов. Значит, ты совсем коротко, Игорь, нужно заканчивать, жаль, нам блог. Этот, значит, согласно прогнозу компании Тирай, к концу 2019 года на рынке будет 124 миллиона проданных единиц Smart TV. Вот такие вот цифры. Предполагается, через минуту продолжим, и пойдем говорить про электронные услуги в России. Ну что ж, мы продолжаем рассказывать о том, что важного случилось в цифровом пространстве за ушедшие 7-8 дней. Подводим итоги, расставляем точки над И и над Йо. Значит, 99,6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуска Игорь Рябенький, бизнес-ангел, основатель инвестиционной компании Altar Capital. И Олег Бунин, основатель, владелец компании Ontyka. Коллеги, вы лично как часто пользуетесь электронными услугами? Если пользуетесь, я имею в виду государственными электронными услугами, если пользуетесь, то какими? И почему, Олег? Мой опыт останавливается на покупке билетов в РЖД. Это, на самом деле, тоже немаленький опыт. Попробуйте, идите, купите билеты в интернет на российские железные дороги. Я покупал. Ну, в общем, я бы сказал, что не так уж все жутко. К тому же, это все-таки не государственная. Она государственная корпорация, но все-таки это типа бизнес. Это ОАО. Гонсуслуги меня сломали, когда я пытался на них зарегистрироваться. Нужно было ждать по почте, по обычной почте подтверждения о том, что ты вот... Либо прийти в один из пунктов Ростелекома, если не ошибаюсь. Это мне, как интернет-человеку, как-то настолько дико и непонятно, что такая процедура регистрации. То есть ты не прошел эту границу? Нет, я не прошел эту границу. Игорь, а вы? Ну, аналогично, но по другой причине. Я даже не дошел до этого пункта. Сломались раньше. Ну, скажем, я все время был достаточно таким продвинутым экспертом в области госуслуг. Приходилось, когда это все подымался флаг, электронная правительство, электронная Россия. Это было уже начало 2000-х, начало нулевых годов. И я очень сильно был погружен в эту тему и как эксперт, и как разработчик. Я когда посмотрел на то, что выкатили нам это, как в прошлом году, как портал госуслуг, я увидел, что это, значит, слабо отголосок того, что как раз было 12 лет назад. То есть ноль продвижения, набор услуг никакой, и, собственно, интереса пользоваться этим не появилось. Вот почему это так? Пробуем и разобраться в этом сюжете. А сейчас послушаем, что рассказывают о развитии электронных госуслуг. Деятельность федеральных органов власти относительно качества предоставляемых электронных услуг проанализировал Департамент контроля и проверки выполнения решений правительства. По сообщению издания Синьюз в отчете указывается, что многие министерства и ведомства не соблюдают сроки поэтапного перехода на предоставление госуслуг в электронном виде. Кроме того, в докладе отмечается, что со стороны населения по-прежнему поступают многочисленные претензии в адрес работы единого портала госуслуг. В отчете также сказано, в ходе проверки 21-го министерства и ведомства установлено, что ими не в полной мере обеспечивается выполнение действующих нормативных правовых актов, регламентирующих оказание госуслуг. Надо сказать, что недавно в одном личном разговоре с одним из депутатов Госдумы я услышал от него утверждение, что приоритет и важность развития электронных госуслуг с уходом господина Медведева с поста президента были сильно понижены. А по вашим ощущениям, так ли это? Или они не были на высоком уровне? Олег. Ну, что хочу сказать. Ты помнишь Дмитрия Сатина? Конечно. Юзабилити Лаб, который сейчас работает в министерстве. Одним из советников Министерства связи. Да, да, да. И вот это один из таких звоночков, который говорит, например, о том, что на самом деле высокий приоритет был. Да, и может быть, я думаю, что даже есть и сейчас. И это приоритет даже такая ориентация на, не знаю, на молодых представителей, на молодых вот именно профессионалов. Ну, почему мало услуг? Почему это плохо выглядит? Почему без слез не взглянешь на любой государственный портал? Ну, почти любой государственный портал. Потому что делается непрофессионально. Ну, делается как-то, не знаю, без любви, без привлечения юзабилистов, без привлечения самых мощных современных технологий. Ну, вот, в общем, пытаются, да, вот ты упомянул Дмитрия Сатина, я тебе отвечу другой фамилией, Сергей Мартынов. Да, да, да. Собственно, он зам директора Департамента развития Твердого правительства, и именно он сейчас у нас на связи. Сергей, с нами? Да, привет, Максим. Да, привет. Смотри, у нас ты такой человек на той стороне силы. Представлю нашим слушателям, что ты бывший руководитель крупнейшего почтового сервиса Рунета Почта Мэйл.ру. Ну, и как Дмитрий Сатин пришел из отрасли в, так сказать, в исполнительную власть для того, чтобы ее оцифровывать? Как дела? Как там это у вас происходит? Все верно, Максим. Так оно и есть. Большим интересом я и Дмитрий, и много других замечательных людей пришли сейчас в исполнительную власть, как ты выразил, с тем, чтобы применить свой опыт, полученный в бизнесе, в практических проектах, к тому, чтобы сделать проекты здесь хорошими и классными. Ну, собственно, мы этим и занимаемся. И, кстати, у нас главное, наверное, наше достижение, то, что у нас очень хорошая команда набралась и продолжает собираться из людей, которые с удовольствием, с некой такой бодростью взялись за эти проекты. Звучишь так осторожно, я бы сказал, не бодро. То есть команду собрали, а результаты когда будут видны? Знаешь, часть результатов уже есть, просто не все они как бы на сайте госуслуги.ру пока что их увидеть рано, но есть некие инфраструктурные вещи, которые очень важны для того, чтобы госуслуги в будущем стали такими, ну, какими мы их видим в идеале, скажем так. Одна из этих вещей — это система мониторинга качества государственных услуг, которая сейчас запущена в пилотном режиме. И это достаточно важный прецедент про то, что государство начало получать обратную связь от пользователей, измерять на то, насколько они довольны общением с государством. Именно через электронный путь или вообще? Вообще, не только через электронный путь. Идея этой системы, я повторюсь, она сейчас запущена в пилотном режиме, в течение года она должна запуститься по многим ведомствам, сейчас она запущена с Росреестром. Идея этой системы в том, что человек после обращения ведомства, будь то то электронное или физическое, если он ногами пришел, может получить СМС с вопросом, насколько он удовлетворен, и бесплатно обратной СМС и ответить там в пятибальной шкале, или получить звонок и оператора из колл-центра, который чуть подробнее спросит человека, насколько он удовлетворен или не удовлетворен, и почему. Вот когда такая система заработает в масштабах всей страны, то будет очень наглядная картина по текущему состоянию в сравнении с разными регионами и по динамике, где становится лучше, где становится хуже. И, соответственно, будет понятно, где нужно в первую очередь применять какие-то меры и что-то делать. Сергей, ты можешь подтвердить, пожалуйста, что прерываю, поскольку времени у нас немного, можешь подтвердить ли я проверить факт того, что приоритетность и важность электронных госуслуг последнее время, в частности, с уходом с президентства Медведева, она упала? А что ты подтверждаешь под приоритетностью и важностью? Ну, означает, что просто, ну, мы же понимаем, что любые электронные госуслуги, вообще любые действия нужно проводить через некую вертикаль, до регионов, до низа, и вот эти проводки стали гораздо тяжелее. Ну, и важность их для многих людей, которые имеют к этому, ну, не непосредственно трубятся над электронными госуслугами, а косвенные отношения имеют. Для них важность упала, и поэтому там темпы ниже, отношение более прохладное. Я честно скажу, я не знаю, как это выглядит со стороны людей, которые занимались госуслугами, там, несколько лет назад и занимаются ими сейчас, потому что, ну, как сам понимаешь, я здесь несколько месяцев всего, и мне не с чем сравнивать. Но если смотреть на востребованность со стороны граждан, то она однозначно растет. И за последний год, я вот специально посмотрел цифры мая 2012 к мая 2013, более чем в два раза выросло и число уникальных посетителей, и число хитов на сайте госуслуги, и, ну, продолжает расти такими, я бы сказал, экстременциальными темпами. Ну, хорошо, а можешь вселить наш оптимизм? Какие планы есть, которые реально улучшат, улучшат жизнь граждан? Какие, может быть, сервисы собирать выкатить новые, которые готовите вот той чудесной командой? Ну, планы самые радужные. Мы, с одной стороны, планируем, ну, радикально улучшить сами каналы доступа пользователей госуслугам, то есть сайт госуслуге РУ, мобильная история и так далее. А с другой стороны, мы активно взаимодействуем с ведомствами, которые предоставляют, собственно, госуслуги, поскольку это не министерство связи предоставляет, а разные другие ведомства предоставляют, по улучшению пользовательского опыта в этих госуслугах и по использованию тех преимуществ, которые дают именно электронные каналы. Потому что сейчас, к сожалению, некоторые услуги переведены в электронный вид, ну, просто один к одному, что называется. Взяли регламент его предоставления и перевели на сайт. А само использование, там, сайта, смс-ок, звонков, мобильных приложений, оно дает дополнительные возможности, которые пользователю его опыт, ну, значительно улучшат и сделают в конечном итоге пользователю удовлетворение. Ожидают ли нас в ближайшие месяцы какие-то заметные изменения, премьеры, которые реально облечут жизнь гражданам? Есть несколько важных инициатив, которые на самом деле идут в том числе от перевода в электронный вид, которые здорово облегчат жизнь гражданам. Ну, например, есть инициатива с отказом от требований ксерокопий, про то, чтобы человек, получая услугу, не обязательно, то есть в электронном или в неэлектронном виде, чтобы государство не имело права требовать у него ксерокопия документов. И вообще список документов, которые государство может затребовать, он должен сокращаться. Другая важная вещь, это то, что человек должен получать государственную услугу независимо от места своего пребывания, места регистрации, постановки на налоговый учет и так далее. То есть некая свобода выбора места в рамках страны. Хорошо. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста, просто мало времени, но, к сожалению, было бы хотелось еще поговорить, но нужно заканчивать. Это был заместитель директора Департамента развития электронного правительства Сергей Мартынов. Сергей, спасибо еще раз. Коллеги, у нас есть несколько минут, чтобы это обсудить, но прежде дам коротко из Твиттера ответы. В Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере, мы спросили, значит, следующее по поводу электронных услуг. Пользовались ли вы электронными госуслугами? Для чего? Какие впечатления? Ответы такие. Пользовался для оформления загранпаспорта. В общем-то, претензий не было. Да, и такое-то словами, что за бред. Зарегистрировался и ждал чудо-письма, которое пришло пешком через две недели. Пользовался услугами ГИБДД. И далее еще загранпаспорт заказывал задолженности мониторю. Вроде работает. Задолженность, по-моему, по налогам, то, что реально давно работает. Это факт. Еще ответ попробовал и забыл. Очень неудобно пользоваться сервисом. Вот такие вот ответы. Собственный опыт мой показывает, что реализация госуслуг на сегодня такая половинчатая. И вот из того, что сейчас сказал Сергей, тоже я не услышал выхода из этой ситуации. В чем я имею в виду половинчатость? Например, подаешь какое-то заявление, регистрируешься в какой-то встречу с чиновником, приходишь, заполняешь там паспортные данные, все себе пишешь, вплоть до чуть ли не платежных крюзитов, и приходишь, все заново. То есть как будто бы не было этого, не было паспортных данных, все от руки заполняешься заявление, там эти графы еще не совпадают, там серия паспорта не влезает и так далее. Отчего это так, Игорь? А потом тебя еще попросят сходить в соседнее учреждение, которое в соседнем районе, и принести еще три бумажки. Ну, отчего, прежде всего, дело в мотивации. Это не сегодня появилось, это было давно известно, ничего просто не поменялось. То есть сверху чиновникам дается поручение самим себя реформировать, самим себя электронизировать. У них другие приоритеты. Это прям как по Гогулю, это интерфицерская вдова, которая сама себя высекла, но они не хотят сейчас высечь. Не хотят, да, и эти. Я когда занимался, у меня это бывалые сотрудники Минсвязи, когда начинало электронное правительство, смотрели на меня, на мой там юный задор такой с тоской и говорили, смотри, это у тебя, это сейчас такой задор, потому что ты первый раз пришел, а у нас это уже, в нашей памяти, четвертая реинкарнация такой попытки. Смотрите, когда в прошлый раз обсуждали, в прошлый раз, к сожалению, опять-таки было 13 лет назад, пытались взять мировой опыт, предлагалось рассмотреть. Есть институт главного конструктора, он вневедомственный. Сейчас у нас идет, я смотрю, то же самое, что было и тогда. Назначили два головных министерства, там Минсвязи, Минэкономики, и вот давайте реформируйте. Другие министерства, им равные, они абсолютно не хотят. Не хотят. Вот я наблюдал... Плюс к этому еще говорят, не знаю, насколько это правда, о том, что все-таки вес молодого министра связи, господина Никифорова, недостаточно высок для того, чтобы пропихивать с ноги. В прошлый раз, когда этим занимался, был Ленин Даджонович Рэймон, он был достаточно весомой фигурой, и ничего не менялось от этого. Я занимался в свое время изучением международного опыта. Делается институт главного конструктора, который межведомственный, который имеет полное давление в этих вопросах над всем министерством. В третьем эпизоде программы, которую вы слышите через пару минут, вас ожидает рассказ о новых возможностях для меломанов Рунета и перспективах музыки в онлайне в целом. Ну что ж, продолжим. Рунет сегодня. Рассказ о главных событиях сферного пространства, как в глобальной сети, так и в Рунете. Меня зовут Максим Спредонов, а гости выпуска Олег Бунин, основатель владельца компании Онтика, и Игорь Рябенький, бизнес-ангел, основатель инвестиционной компании Altair Capital. Коллеги, начну с вопроса, как обычно начинаю любой сюжет. Какой должна быть музыка в сети с вашей точки зрения? Платной или бесплатной? Вопрос, который, как показывают последние события, у нас зрелый, при всей своей простоте, стал весьма острым. Игорь? Ну, я считаю, что музыка должна быть и такая, и такая. В принципе, это от автора и правообладателя, первичного правообладателя, зависит, как он хочет. Потому что там человек, который хочет распространить свою музыку, я думаю, будет очень счастлив дать ее бесплатно, лишь бы ее там миллионами. Еще и доплатит, если что. Да, еще и доплатит, это понятно. А в то же время, значит, я думаю, что у нас вообще происходит все время такая вот буря в стакане воды, не между там авторами, а между гигантами, между лейблами, которые там это покупают и которым нужно это как-то отбивать. Ну, смотрите, в наших глазах рушится прежняя модель мира вот этих самых правообладателей. Лейблы — это достаточно большие корпорации, как правило. И ясное дело, что акционеры трясут менеджмент этих компаний. Менеджмент этих компаний, отрабатывая свои деньги, стремится всячески удержать рушивающуюся картину мира, как она была прежде. Оттуда возникают эти истории. В общем, мы, как пользователи, ломаем им бизнес. Я считаю, что правильно делаем. Ну, смотрите, что такое. Допустим, берем какой-то трек какого-нибудь исполнителя. Вот я этот трек купил. Потом мне этот трек продали еще на пяти альбомах. По дороге мне продали еще 15 треков, которые я бы за две копейки не взял. Но я за них, за всех заплатил. За некоторые по несколько раз. После этого выходит новый формат. То есть я его покупал на кассете, я его покупал на DVD. Я каждый раз плачу правообладателю. Извините, я уже купил. Олег, какая музыка должна быть? Музыка должна быть, не знаю, платная или не платная. Она должна быть легальная. Вот, собственно говоря, то же самое. Она должна быть легальная. А что такое легальность-то? До сих пор в Рунете не устаканен этот вопрос. Вот музыка, в частности, хотя была в первом варианте законопроекта, принятым недавно, спорным очень. Об этом сейчас тоже поговорим. Но она выпала. Опять-таки, правовое поле музыки пока до конца не ясно. Ну, кто ее придумал, тот и владелец. Вот, соответственно, вот этот человек принимает решение, как, где, что он будет распространять. И проблема только в том, что, получается, нет механизмов для того, чтобы это наладить, обеспечить возможность для любого автора сказать, это платно и стоит столько-то. Или это бесплатно, забирайте. Так? Конечно. Даже есть механизмы, которые определяют ему, что платно, что бесплатно, а дальше для кого платно, для кого бесплатно. Окей, послушаем об инициативах Яндекс.Музыки. Сервис Яндекс.Музыка предоставил пользователям возможность импортировать треки из социальных сетей ВКонтакте. Для этого к музыкальному сервису нужно подключить свою личную запись в соцсети, после чего Яндекс.Музыка сопоставит название треков пользователя со своим каталогом. Это позволит онлайн-ресурсу создать аналогичный плейлист, не скачивая сами композиции. В каком-то смысле, получается, Яндекс.Музыка пытается паразитировать на ВКонтакте. Так, Олег? Да нет, не совсем. Почему? Они просто молодцы. Они подсветились вовремя, это несомненно. Они подсветились вовремя. Взяли и решили сыграть на вот этом вот страхе, что ли, который сейчас возник. О, боже мой, ВКонтакте сейчас всю музыку оттуда уберут. Ничего тут не уберут, никакую там, не знаю, убрали сотую, там, не знаю, процента композиций. Этого большая часть пользователей не заметила вовсе даже. Ну, здесь все-таки прошел такой некоторый слушок по ВКонтакте и даже местами паника. Ну, это вот именно слушок, это именно какая-то паника, которая там инициирована. И Яндекс.Музыка это делает, просто чтобы объяснить пользователям, делает следующее. Он говорит, смотрите, у нас есть легальная база. Давайте-ка сравним нашу легальную базу, наложим ее на ваши записи. Быть может, мы вам прямо вот сразу подготовим такую же стену, используя технологию ВКонтакте, с музыкальными записями, но они будут уже легальны. А сказать, что Яндекс.Музыка, в смысле, они очень красиво эту модель отрабатывают. У них даже на логотипе Яндекс.Музыки стоит печать такая большая, легальная. Или что-то в таком роде. А ты знаешь, что я сегодня прочитал? Есть же такой ресурс, зайцев нет. Да-да-да. Тут ниже некуда, да? Пиратский по самой не хочу. А ты знаешь, что там тоже музыка будет планировать быть легальной? Более того, они сказали, это то, что ты сейчас пытаешься сказать, это действительно одна из новостей недели, которую мы взяли в этот сюжет, и она у меня дальше есть в верстке программы. Суть ее в том, что студия «Союз» подала претензии, собственно, «Зайцев нет». Ну, ясное дело, там у них огромное количество их исполнителей. И «Зайцев нет» досудебно удовлетворил претензии и даже сказал, что, оказывается, какое-то время он уже платит отчисления. Не знаю, каким образом он это делает, у него же не покупают ведь это. То есть, видимо, отчисления с рекламы. Они зарабатывают на рекламе, да. Видимо, с рекламы платят. То есть, есть модели другие, не просто платишь за каждую скачиваемую композицию. То есть, возможно, какая-то другая схема. Я не знаю. Поставить второй баннер в «Контакте», один баннер на страничке, поставить второй баннер, все доходы с него отчитать правообладателем. Почему нет? Вопросы, опять-таки, будут. Кто правообладателем будет считаться? Ну, по закону. Ну, идеальный вариант, наверное, здесь должна смениться, кроме всего, инфраструктура. Поскольку, если сейчас это какая-то оффлайновая история, авторы должны прийти вот в эти вот лейблы с исключительными договора, бумажные договора, кстати говоря, или там авторские общества. И там это все регулируется вне онлайн-среды. Видимо, должна возникнуть некая, это просто как мысль вслух, может быть, кстати говоря, идея даже, некая общая платформа, где регистрируются авторы, и где вот эта уникальность их контента, она фиксируется. И дальше как-то это, в общем, регулируется через эту платформу. Роспатент онлайн. Ну, типа-типа, да-да-да. Смысл лейблов – это, в принципе, во вкладывании денег и в раскручивании определенного пользователя, определенного трека. Большую революцию сделал Apple, когда вот 10 лет назад они сделали по трековую продажу. А следующим шагом будет, когда ты эту по трековую продажу сможешь инициировать в обход крупных лейблов. Тогда у тебя будут прямые отношения с пользователем, только через тот ресурс, который транслируют, и, собственно, отношения будут прямыми. Развивая дальше, модель будет развиваться туда, когда твой трек будет стоить не просто потому, что на него поставили 99 центов, как на все те, а в зависимости от его социальной популярности, от востребованности, сколько его слушают и так далее. Вот тогда и будут расставлены все там точки. Вообще хорошая идея для стартапа. На этом месте было бы хорошо послушать комментарий изнутри Яндекса. Торсовым? А почему нет? Который, собственно говоря, дал объяснение, собственно, как и не видит развитие своего сервиса Яндекс.Музыка. К сожалению, пресс-секретарь Яндекса Ачир Манджиков верно забывает о своих профессиональных обязанностях. Хотя у нас была с ним договоренность о том, что в студию придет спикер Яндекс Ачир по своему обыкновению пропал. Такие непонятные обещания происходят не первый раз с Ачиром, поэтому Ачир к вам просьба не подводить свою компанию. Будем разбираться самостоятельно дальше. Значит, Яндекс.Музыка претендует фактически, ну так если в предельном варианте, на то, чтобы стать главным, если не единственным легальным местом облачного хранения музыки в Рунете. Потому что аналогов, ну вот смог вспомнить только одно, трава роут мегафона. Для зайцев нет. Они пока нелегальны абсолютно. Ну. Авиамузыка. Да. Там работает? Работает. Работает. Я не знаю, насколько широкая коллекция, но работает. Попытки нагуглить какие-то сервисы такого рода. Вот я всячески пытался формулировать запросы, готовить к программе. Вот не нашел ничего, кроме Яндекс.Музыки и трава роут мегафона. Окей, Айтюнс. Айтюнс. В общем, для России такая довольно общая. Коллекция слабая пока. Ну. Придет. Придет. То есть получается, что сейчас Яндекс будет пытаться, Яндекс.Музыка будет пытаться стать лидером, безусловно, оторваться далеко вперед, что во многом для этого у нее есть предпосылки. Вместе с этим, очевидно, нелегальные сервисы будут, типа зайцев нет, будут, видимо, переходить на легальные рельсы. Ну да. Ну, есть еще сервисы, мы забываем, такие типа «Спасибо», где тех исполнителей, которые там хотят с ними сотрудничать, ты получаешь музыку бесплатно, но ты имеешь возможность отблагодарить в том варианте, который тебе удобен. Хочешь – не платишь ничего, хочешь – платишь, хочешь – платишь много. По всем подобным сервисам, которые я наблюдал, я много говорил в разных интерпретациях с их создателями или с теми, кто пользовался этими сервисами, в общем, там слезы получаются. То есть пользователь, как таковой, сам по себе великодушие проявлять не хочет. Вот не хочет. Что-то такая была какая-то история каноническая, по-моему, с группой «Чайф», которая собирала деньги на альбом, и потом они отчитались за год сборов. Что-то там было, не знаю, там 47 тысяч рублей, вот там 2 на 12 копеек. Плохо поставлена работа, потому что, вспомни, там Стивен Кинг, который там собирал деньги по главе, там, на свой очередной роман, делал такие сборы, что все его издатели отдыхали. То есть… Быть может, дело в том, что, во-первых, американцы, западные европейцы более охотно платят, ну, другая ментальность. А когда «Чайф» собирал? Может, он собирал тогда, когда еще собрать было просто сложно физически? Не так давно, с год назад все такое. Боюсь соврать, могу, конечно, ошибиться в сроках, но, так скажем, не 3 года назад точно. Я поклонник «Чайфа», я про это не слышал. Я бы дал бы. Мне кажется, что вообще в российском подходе такого рода, своего рода выход на виртуальную паперть с кепкой, он не приветствуется. И авторы не захотят это делать массово, по крайней мере. Типа, дайте кто сколько может, но это же действительно получается такая вот… Нет, там подход не кто сколько может, там подход, ребята, вот моя музыка для вас. А если вы считаете, что вам это хорошо, можно приветствовать. Другое дело, что модель не раскрученная. Ну, не работающая. Еще одна история, которую хочу отдельно подчеркнуть, отдельно по ней поговорить, это ВКонтакте, который, вероятно, вот собственно и преобразуется в одного из главных, если не главного конкурента Яндекс.Музыки. Но если и когда он сможет перелопатить как-то свою работу из плоскости неопределенной с точки зрения закона в определенную, в легальную. Такое себе можете представить? Вполне. Вполне. Нам, конечно, сейчас придется очень тяжело, если примут вот этот вот закон, о котором нельзя говорить. И тогда, да, тогда вся музыка, все фильмы, которые у них сейчас есть, им просто действительно придется что-то делать. Кстати говоря, по поводу закона, также на прошлой неделе, потом ты говоришь о видео, да? Да. То, что приняла Госдума уже и Совет Федерации, осталось подписать президенту, если не ошибаюсь. Представители интернет-сообщества во главе с РАЭК потребовали пересмотреть этот закон, направленный против пиратских фильмов. Обращение было подписано компаниями Mail.ru, Яндекс, объединенной компанией Афиши Рамблер Суп, Google Россия, Ру Центр, Хостик Центр и так далее. В общем, все внутри отрасли недовольны тем, как симулирован закон про эти фильмы. Однако закон был принят, и, видимо, такого же закона ожидает музыка. И вот тогда ВКонтакте реально не поздоровится. Мы спросили в Твиттере, продолжат ли вы использовать ВКонтакте, если оттуда удалят всю пиратскую музыку и фильмы. И для чего? Да, это же соцсети отвечают, а не пиратский торрент-трекер. В общем, есть на этот счет и другие мнения. Да, продолжат, продолжат, никуда не денется. Еще ответ, конечно, для общения там все мои друзья и знакомые, в отличие от других социальных сетей. То есть, в общем, ВКонтакте опасаться удаления фильмов и музыки, если представить себе крайний вариант, не стоит. Когда Павел Дуров некоторое время назад выступал у нас на конференции и говорил о том, что музыка это вообще для нас совершенно, музыка, видео это совершенно побочный бизнес. Он жрет гораздо огромное количество ресурсов и приносит совершенно ничтожное количество денег. Несомненно, но удерживает аудиторию? Да, нет. Существовать же без. Ну, удерживает, но я не думаю, что это принципиально. Я думаю, что им придется серьезно поразмыслить над моделью. Они постараются, конечно, это оставить, потому что фактор удерживания большой. Хотя я тут согласен, что основной бизнес контакта не в этом. Ну, несомненно. Но это очень серьезный якорный сервис. Или якорные сервисы, и видео, и музыка. Окей, на этом все. Меня зовут Максим Спридонов. Это была программа «Рунет сегодня». Слушайте наш дайджест главных событий онлайна каждый понедельник. Подписывайтесь на наш подкаст. Всего доброго и пока. Субтитры сделал DimaTorzok